Принимать реалистичный бюджет. К этому призвал правительство Хакасии председатель Верховного Совета Сергей Сокол. Профильный комитет настаивает, чтобы Кабмин еще и представил план действий на случай недополучения ожидаемых доходов. Об этих и других рекомендациях, которые прозвучали в ходе публичных слушаний, в рубрике «Парламентский дневник». С какими доходами и расходами Хакасия жить в новом году – вопрос, важный для всех жителей республики. И обсуждение должно быть по делу, считает Сергей Сокол. Минфин доложил, что доходы составят 52 миллиарда, а расходы – 56. Это лишь прогнозы, убедительность которых уже опровергнута жизнью. Поступление налогов резко снизилось, и ничто не предвещает их роста. Сергей Сокол раскритиковал доклад Министерства экономики за излишний оптимизм. Допустить такое, что мы сейчас с вами обрадуемся, как обычно, это всегда было, я сам это видел, красивым цифром. Мы примем радостный бюджет, а в конце года наши главы схватятся за голову, потому что у них счета нулевые. Призываю всех к тому, чтобы перестать на все смотреть через розовые очки. Это вредно для республики. Интересы муниципалитетов отражены в рекомендациях, которые разработал экспертный совет по бюджету. В них досконально по цифрам расписано, в каком объеме должны быть дотации и субсидии городам и районам. При этом предложено увеличить минимальный объем финансовой обеспеченности муниципалитетов, который должен стать не правилом по случаю, а окончательным системным подходом. Чтобы эту систему, практику принять и к ней больше не возвращаться. Поддержат ли депутаты такой подход, станет известно на ближайшей сессии. Законодатели понимают другое. Ситуация крайне сложная. Доходы республики резко сократились, а социальные обязательства только растут. К примеру, с нового года МРОД станет больше на 18,5%, а это дополнительная нагрузка для регионального и местных бюджетов. В таких условиях необходимо уйти от монопрофильной экономики, считает председатель комитета по промышленности. Надо совместно с экономическим блоком всем нам рассмотреть вот те возможности, чтобы привлекать сюда инвесторов. Инвесторы ходят, а мы гоняем по кругу, да, очень долго согласовываем, они просто уходят в другие регионы. Научимся этим заниматься, тогда появятся у нас дополнительные доходы. И тогда мы сможем реализовывать все наши социальные проекты. В ходе обсуждения поступили десятки предложений, что еще следует учесть при формировании бюджета. Участники слушаний предложили выделить средства на строительство новой больницы в Баграде, проиндексировать зарплату муниципальным служащим, повысить выплаты на содержание приемных детей. Председатель комитета по местному самоуправлению призвал исполнить закон об инициативном бюджетировании. Суть в том, чтобы профинансировать те проекты, которые предложат люди. Часть средств они собирают сами, остальное доплачивает бюджет. Депутаты предлагают выделить на это 20 миллионов рублей. Есть реальный положительный эффект. И даже в протяжении многих лет это идет, и уже сами органы власти констатируют, что да, когда население участвует своим рублем, то эффект получается другой. Люди более бережно относятся, это ценится. Все предложения по бюджету будут рассмотрены на заседании согласительной комиссии. После этого проект бюджета рассмотрят на сессии Верховного Совета.